Эх, дороги, пыль, да туман, Холода, тревоги, да степной бурья. Я узнал, что у меня есть огромная страна, И тропинка, и лесок, В поле каждый колосок, Речка, Небо голубое. Это все мое родное, Это родина моя, Всех люблю на свете я. Холода, тревоги, да степной бурья. Выстрел грянет, ворон кружит, Твой дружок в бурьяне, Неживой лежит. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова я, Камелот Джи. В этом фильме проведем сравнение фронтовых истребителей МиГ-29 и F-16 Fighting Falcon. Российский МиГ-29 и американский F-16 являются истребителями четвертого поколения. Оба эти самолета принадлежат категории легких боевых машин. К сожалению, времена нашего детства, Когда деревья были высокими, И все мы верили в Деда Мороза, Безвозвратно ушли. Тогда все было предельно просто. Автомат Калашникова, Лучшие автоматы пробивает рельсу, А для нашего Т-34 Тигр был всего-навсего беспомощной, неповоротливой мишенью. Если на Т-34 повернуть башню, То у Тигра башня за это время повернется на четверть оборота. Просто потому, что башня Тигра слишком тяжелая. Пока Тигр немецкий развернется, Так Т-34 два раза его обкрутит. И Тигр тяжелый. Тигр на бензине первосортном работал. А танк наш Т-34 на солярке, газоль. Это легче было добыть. И это более простое, горючее. И вот, вслед за раскрытием страшной тайны про Деда Мороза, Мы начали понемногу узнавать, Что с нашими кумирами от военной техники не все так однозначно. Выяснилось вдруг, что М-16 по всем без исключения техническим характеристикам, Кроме разве что себестоимости, Скорострельности, Что тоже, кстати сказать, Является спорным преимуществом. Но это тема отдельного разговора. И неприхотливости превосходит наш калаш. А Тигр и Т-34, ну, вы сами, я думаю, в курсе. Не знаю, как у вас, дорогие друзья. Делитесь этим в комментариях. Будет очень интересно прочесть. Но лично у меня, Эта вера в русское вундерваффе, Дольше всего сохранилась по отношению к истребителям МиГ-29 и Су-27. Что греха таить? Я до сих пор влюблен в эти замечательные самолеты. Но дело, конечно, не в этом. Когда я начал углубляться в технические тонкости, Ситуация, к сожалению, Оказалась не такой простой, Какой казалась мне в юности. Некоторыми вещами я был неприятно удивлен И спешу поделиться своими соображениями с вами. Повторюсь еще раз. Пишите в комментариях, Что вы думаете обо всем этом? Итак, приступим. Правило истребительной авиации гласит, Кто первым обнаружит своего противника, Тот имеет преимущество. Поэтому оптический обзор в воздушном бою Имеет большое значение. Здесь американец имеет превосходство. Лобовая проекция F-16 почти соответствует МиГ-21, О котором американские пилоты говорили, Что на дистанции 3 километра Его почти невозможно визуально заметить. Тонкий силуэт истребителя терялся В мешанине воздушного боя. Обзор из кабины F-16 тоже лучше. Благодаря беспереплетному фонарю. Для МиГ-29 невыгодным является то обстоятельство, Что двигатель RD-33 На некоторых режимах полета Создает плотный шлейф дыма. Этот недостаток был присущ Фантому F-4. И в свое время, во времена Вьетнамской войны, Очень облегчал советским и вьетнамским пилотам Поиск американских самолетов, Выдавая положение последних. Ф-4 можно заметить с расстояния около 24 километров. За Фантомами оставался густой черный след от выхлопа. После 105-х его не было. Меня это очень беспокоило, Потому что, как только пилоты МиГов поднимутся в воздух, Они заметят дымные следы. В ближнем маневренном бою, Благодаря интегральной компоновке и наличию двух двигателей, МиГ имеет выдающиеся летные характеристики. Ф-16 в этой ситуации несколько отстает. Скорость разворота МиГ-29 достигает, Согласно российским данным, 22,8 градусов в секунду, В то время как у Ф-16 21,5 градусов, МиГ набирает высоту со скоростью 334 метра в секунду. Скороподъемность же Ф-16 294 метра в секунду. Разница не столь велика, И хорошие пилоты в иных ситуациях могут ее нивелировать. Вооружение фронтового истребителя должно включать, Как категорию оружия класса воздух-воздух, Так и воздух-поверхность. Ф-16 имеет в распоряжении самый большой набор вооружения. Способен применять управляемые и неуправляемые бомбы, И антирадарные ракеты. Электроника, размещенная в дополнительном контейнере, Делает возможным точечное применение оружия. МИГ-29 МИГ-29, напротив, Вынужден ограничиваться неуправляемыми бомбами и нурсами. По грузоподъемности чистый проигрыш. У МИГ-29 этот показатель равен 3000 килограмм, А у Ф-16 до 8 тонн. Столь огромная разница во всех без исключения доступных источниках Объясняется в один голос. Примитивно и просто. Цитирую. Резерв полезной нагрузки МИГ-29 съел второй двигатель. Но на самом деле, тут остается довольно много вопросов. Дело в том, что суммарная масса двух двигателей РД-33, Установленных на МИГ-29, Всего-навсего на 366 килограмм больше массы двигателя Ф-110, Установленного на Ф-16. Пусть даже с крепежами это будет одна тонна, Что, собственно говоря, И нашло отражение в массе пустого самолета. Так, пустой МИГ-29 Как раз на одну тонну тяжелее Ф-16. Но при всем этом, Суммарная тяга двух российских двигателей Существенно больше тяги одного американского На 3 тонны, если быть точным, В бесфорсажном И на 4400 килограмм силы в форсажном режимах. Ф-16 имеет меньший размах И меньшую, на 10 квадратных метров, площадь крыла. Таким образом, МИГ-29 Во всех отношениях Гораздо более мощный и прочный самолет. Зададимся вопросом, Куда в таком случае девалось по меньшей мере 4 тонны полезной нагрузки? И что мешает на больший и более крепкий истребитель Повесить столько же Или даже больше вооружений? Я тщетно бьюсь над разрешением этой загадки. А как по-вашему, дорогие друзья? В чем тут дело? Согласно мнению многих экспертов, У МИГа во многом ошибочная компоновка. Два двигателя для фронтового истребителя Это перебор. Лучше всего сказал по этому поводу Генеральный конструктор КБ МИГ Ростислав Беляков На Фарнбара 88 Если бы у нас был такой надежный тяговитый двигатель Как Прат Эндуитни Мы бы, без сомнений, Спроектировали однодвигательный самолет От таких перипетий пострадала и дальность У МИГа 29 она не превышает 2000 километров С подвесными топливными баками А у Ф-16 Дальность полета с подвесными топливными баками И двумя 900-килограммовыми бомбами Может достигать 3000-3500 километров Оба истребителя в равной степени Вооружены ракетами средней дальности Класса воздух-воздух Например, российская Р-77 Имеет впечатляющие заявленные Тактико-технические характеристики Тогда как американская АМ-120 Не раз подтверждала свои Достаточно скромные Характеристики в бою Тут чистый паритет Но МИГ-29 имеет большую дальность стрельбы Из авиапушки И больший калибр На истребитель установлена Одноствольная пушка ГШ-301 Конструкции Грязева-Шипунова Калибр 30 мм Боекомплект 150 снарядов Темп стрельбы 1800 выстрелов в минуту Пушку можно применять Как для стрельбы по воздушным Так и по наземным целях Шестиствольный вулкан F-16 Наоборот Имеет больший боекомплект 511 снарядов Против 150 у МИГа Важнейшим элементом является Авионика Радары оценивать сложно Так как производители Зачастую скрывают Точные характеристики Но по некоторым заявлениям Летчиков можно определить Что радиолокационная Станция МИГ-29 Имеет самый большой угол обзора 140 градусов Радар APG-66 У F-16A И Соответственно APG-68 У F-16C Имеет углы обзора Не более 120 градусов Значительное преимущество Самолета МИГ-29 Заключается в наличии У пилота шлема С прицелом Щель-зум Который дает решающее превосходство В ближнем воздушном бою Для ускорения процесса наведения Разработали нашлемную систему Целеуказания Выбрав цель визуально Летчик отслеживает ее Поворотом головы Выдавая тем самым Целеуказание ракеты Такой режим прицеливания Применяется в условиях Ближнего маневренного боя Обратите внимание Через мгновение после пуска Траектория полета ракеты Меняется на 90 градусов Летчику не обязательно Сохранять ось оружия На самолете противника Достаточно просто Видеть его через нашлемный прицел Увернуться от Р-73 В ближнем бою Практически невозможно Дальность пуска От 300 метров До 30 километров Кстати, подобные системы На западных истребителях Появились только в 90-е годы Когда шло объединение Германии Значит, экспорты немецкие Из Люфтваффе Бундесфера Получили доступ к этим машинам Они приехали После изучения Сделали представление Бундесфер Что такого самолета Класса нет ни у кого Немецкий летчик пишет Это, говорит, непревзойденный киллер Достаточно было летчику Выпустить монокль на шлеме И дальше управление ракетами Шло взглядом летчика И ни одному самолету Не удалось в ближнем бою Уйти от этого Ни Еврофайтеру Ни Ев-18 Вот, торнадо Ягуарх Я просто не говорю Как они там пишут Эти самолеты Были для МиГ-20 На закуску Но у F-16 Опять же Находится свое важное преимущество Система управления полетом Fly-by-wire И система управления двигателем HOTAS Hands on Sort and Stick Что делает самолет Исключительно удобным В управлении Уже после нажатия Единственного переключателя Falcon готов к бою Напротив МиГ-29 Настраивается вручную Что требует Гораздо большего времени Для вступления в бой Западным летчикам Которым после распада СССР довелось поднять В воздух МиГ-29 Самолет показался Более тяжелым Жестким И требующим Значительных физических усилий В управлении Те же Кто справился С российским истребителем И в полной мере Освоил его летные возможности На восторженные эпитеты Не скупились Я поражен Управляемостью этой машины Особенно Ее способностью Изменять ориентацию В полете Признался канадский летчик Боб Уэйт Одним из первых западных пилотов Опробовавший МиГ-29 в деле Это истребитель с потрясающей маневренностью Мне не дозволено сравнивать русский самолет С какими-то конкретными западными образцами Но могу совершенно точно сказать Что полетным характеристикам Он ни в чем не уступает западным аналогам А в чем-то даже их превосходит КБ МиГ и General Dynamics Продемонстрировали абсолютно разные подходы решения Для одной и той же задачи Ещё разик, ещё раз Эй, гухне Эй, гухне Ещё разик, ещё раз Розовьём ми березу Розовьём ми кудряну Ай да да, ай да Ай да да В обоих самолетах реализованы интересные конструкторские решения И в целом вердикт таков Ф-16 Многофункциональный истребитель Тогда как МиГ Чистый воздушный боец Ориентированный в первую очередь на ближний манёвренный бой Здесь ему нет равных Равному самолёту МиГ-29 Ближнего маневрного боя нет Если ты попал в такое положение Отношение к самолёту МиГ-29 Что это уже ближний маневрный маневрный бой Считай, что ты погиб Немаловажными являются и результаты применения этих боевых машин Ф-16 воевал в небе Палестины Прошёл Балканы Ирак и Афганистан Отдельной страницей истории фалкона Стал налёт на иракский ядерный центр Азирак В 1981 году Преодолев 2800 километров Ф-16 военно-воздушных сил Израиля Скрытно проникли в воздушное пространство Ирака Уничтожили реакторный комплекс И без потерь вернулись на авиабазу Эцион Общее число воздушных побед Ф-16 Под управлением пилотов из стран НАТО Израиля Пакистана и Венесуэлы Составляет около 50 самолётов Данные о поражении Ф-16 в воздушном бою отсутствуют Хотя один самолёт этого типа Был сбит огнём зенитно-ракетного комплекса в Югославии Какой же вердикт мы вынесем в конце нашего исследования Какой самолёт из этих двух истребителей лучше Лично я склоняюсь всё-таки к МИК-29 Быть может От того, что это своё родное Не знаю Быть может Я сужу предвзято Что вы думаете по этому вопросу? Давайте спорить Ведь в споре В конце концов рождается истина В следующем фильме мы представим вашему вниманию ТОП самых высотных самолётов в истории Так что Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Жмите колокольчик Чтобы не пропустить новые выпуски На этом всё С вами был я Камелот Джи Хороших боёв Хороших союзников Не теряйте веры, друзья И помните Его планы не будут расстроены Как не останется неисполненной его воля Пока Мы ещё увидимся Не теряй веры Субтитры создавал DimaTorzok